Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация республики по новой коронавирусной инфекции остается в республике напряженной. За прошедшие сутки по данным управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия зарегистрировано 97 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 58 новых случаев приходится на город Якутск. Необходимо обратить внимание, что столичные случаи в основном сегодня имеются из-за семейных контактов. Достаточно большое количество сегодня у нас есть контактов, когда болеют семьями. А так как семьи у нас большинство многодетных, то, соответственно, и количество в том числе как заболевших, симптомно, бессимптомно и, соответственно, госпитализированных, оно увеличивается. Также большое количество контактов идет именно у нас в городе Якутске, в столице, за счет корпоративных контактов. И это речь идет не только о небольших, а значит, о компаниях, но и о компаниях крупных. Поэтому сегодня достаточно остро стоит вопрос и достаточно жестко его ставит глава Республики Саха и Кутя в об ответственности работодателей за то санитарно-эпидемиологическое благополучие, которое должно находиться, должно быть в коллективах. Необходимо обратить внимание, что в августе 2020 года на соответствующее заседание по социально-трудовым отношениям при правительстве Республики Саха и Кутя между правительством, работодателями и профсоюзами была достигнута договоренность о том, что работодатели все отвечают и, соответственно, принимают меры по санитарно-эпидемиологическому благополучию в коллективах. Ситуация, которая возникла вчера непосредственно у нас с компанией Алроса, показывает на то, что это именно та ситуация, при которой компания в полном объеме является социально ответственной, предприняла все меры и выявила и не дала возможности дальнейшего распространения возможной массовой вспышки на предприятии. Именно такой подход должен быть у всех работодателей, для того, чтобы они применяли превентивные меры. При этом к таким работодателям относятся не только крупные компании, но и компании мелкие. От небольшого офиса заканчивая непосредственно нашими, например, школами. Директора школ, руководители управления образованием на местах должны нести в том числе ответственность за то, чтобы не только дети не заболели, но и не заболели непосредственно в школах врачей. Самое крупное и большое сегодня среди районов количество заболеваний у нас зарегистрировано 6 случаев в Мегино-Кангаласском районе. Также у нас есть ряд случаев, по нашему мнению, на которые необходимо обратить внимание. Это ситуации, которые сложились в усть Тати, Татинского улуса. В данной ситуации речь идет о том, что небольшая группа непосредственно семейных очагов привела к тому, что лишь только один приехавший в усть Тату привел к тому, что большое количество семей заболело. Сегодня применимаются все меры совместно с оперативным штабом Татинского улуса для того, чтобы обеспечить полное спокойствие санитарно-эпидемиологическое. И вылечить людей, которые у нас непосредственно там находятся. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что единичные случаи, безусловно, у нас регистрируются практически в каждом районе. Сегодня или завтра, но они уже сегодня есть. И при этом уже все районы работают практически в каждом районе. В центральной районной больнице работают инфекционные стационары. Мы уже начали открывать инфекционные койки в наших непосредственно сельских населенных пунктах. Хотела бы обратить внимание на ситуацию, которая у нас сегодня сложилась, в том числе и в Жиганском улусе, которая требует особого внимания. И сегодня после обеда соответствующее заседание мы проведем. Есть определенная группа зараженных. Соответственно, нужно будет принять решение оперативно по закрытию непосредственно возможного учебного заведения и переводу детей на дистанционное обучение. У нас сейчас идет декада пожилых людей. И поэтому именно, и особенно в эту декаду, в октябре месяце, еще раз обращаем ваше внимание на то, чтобы пожилые граждане как можно дальше у нас находились от этой коронавирусной инфекции. К сожалению, то, чего мы вообще не хотели бы для себя изначально, это ситуация, при которой наши ветераны Великой Отечественной войны, они у нас тоже оказываются на койках наших инфекционных больниц. У нас есть случаи счастливого выздоровления. Соответственно, надеемся на то, что такое же выздоровление будет и у всех остальных.